Приветствую вас, Настя. Ну, смотрите, что касается вашего текста. Я думаю, что для начала было бы неплохо, если бы вы определились вообще с тем, что вы хотите. То есть, как поступить, чтобы что? Это первое. Второе, не совсем понятно, что между вами и молодым человеком общего. То есть, что вас объединяет? Потому что, ну, вы вроде как живёте какое-то время вместе. Вот, но не совсем, не совсем понятно, что между вами общего. Вот. И есть ли вообще между вами общие. Понимаете? Понимаете? То есть, это, наверное, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Второе, это... Это ссоры, ссоры, которые, вот, ну, есть между вами, конфликты, которые есть между вами. И они, на мой взгляд, тоже происходят не на ровном месте. Здесь я бы, наверное, порекомендовал бы вам посмотреть в интернете психологическую игру «Скандал». Вполне вероятно, что вам это было бы в какой-то степени полезно. Полезно сейчас. Вот. Потому что... Вам бы легче было бы увидеть себя. В этом вам легче было бы... Офорновать себя в конфликте. Или в конфликтах. Вот. И... Соответственно... Возможная ситуация была бы... Несколько... Яснее для вас. Несколько... Понятнее для вас. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Смотрите. Недовольство, ссоры, все это ведет... Так или иначе. К определенной невдовлетворенности. К определенному... Недовольству. Недовольству. Недовольству вами. Недовольству отношениями. И... В этом смысле... На мой взгляд... Ну... Дело времени... Было... То, что... Ну... Мужчина... Решит... Ну... Обратиться к кому-то еще. Да? То есть решит... Пообщаться с другой женщиной. Угу. Есть ощущение, что вы... А... Себя... Вот. А... А... Вот. Знаете как... ун... Пронижали... А... Долгое достаточно время, siz... Ради... Того... Того, что бы быть... в отношениях с человеком. И вас не оценили, вот есть такое ощущение. Майдер, есть ощущение, что как же так, я столько всего делал для него, а он вот так ко мне отнесся, он вот так меня воспринимает. То есть, есть ощущение, что вы на остальном некоторой степени жертвы. Итак, я встречаюсь с молодым человеком, ведь, как я и сказал, очень важно понимать, что общего между вами и мужчиной. Именно, что общего. Живем вместе около двух лет. В последнее время часто ссоримся, у него сильная агрессия ко мне. Но это нужно исследовать. Из-за чего ссоритесь, почему агрессия. Вот. Вообще, агрессия вощита такая. Ну то есть, вощитная реакция, вощитный модель поведения. Вот. Когда человек чувствует угрозу, значит, мужчина должен чувствовать угрозу себе. Ааа, от вас. Вот. Ну, если он почувствовал угрозу, нужно посмотреть, из чего она, эта угроза состоит. И что она, эта угроза из себя представляет. Вы пишете, что в последнее время начали ссориться. Может, что-то изменилось. Между вами. Что-то. Произошло. Между вами. Что начало провоцировать ссоры. Да? Вот. Вы говорите, что вы признаете свою вину. Но, счет того вины, ааа, мало, когда помогать. Вот. Счет того вины, как правило, мотивирует людей только на то, чтобы еще больше обвинять. А вот. Проблему это не решает. Так что, здесь нужно исследовать не вину, а число ответственности. То есть, ответственности в этой ситуации вашей, вашей ответственности. Да, сори. Например. Ммм. А число вины работает отдельно. Да. Дальше. Что-нибудь сильная агрессия. Выходят меня из квартиры. Говорят, что устал от меня. Что я делаю мозги. Одному проще. И т.д. Ну, это нужно, опять же, исследовать. Что значит, вы делаете мозги. Что значит, вы делаете мозги. Что значит, одному проще. Просто так. Это достаточно серьезно. Ну, опять же, по-новой. Я свою вину признаю тоже в этом, но не всегда. Я одна виновата в этих сорах. Ну, опять же, кто определяет вину. Да, есть ответственность. Не вина, а ответственность. Видите, тут есть проблема. Самое печальное печальное, то, что я залезла, короче говоря, в его телефон, увидела переписку давно взрослой женщины для него. А зачем вы залезли в его телефон? Нет, это не обвинение, а просто зачем? Просто зачем? Вот, всем руководствуются. То есть, у вас, получается, пропало доверие. К человеку. Вот. Или как? То есть, вот, я не совсем этот момент. Понимал. Дальше. Значит, так, увидела переписку взрослой женщины для него, видимо, его просто знакомая, взяла к себе домой, писала, что хочет его. В итоге они договорились о встрече, и она знает, что у него есть я его девочка, он ей это говорил. Ну, здесь я бы сказал, что вы... Чувствуете себя жертвой. Нет. Я не понимаю, зачем это все и для чего? Чтобы получить то, что они получают с вами. Я ведь никогда в жизни в институте не отказывал, а так больно и обидно все это знать. Ну, вам нужно это проявить, более обидно и разобраться из чего они вытекают. Лучше бы не читал и не видел. Вроде ссоры не было, поехал встречаться к ней. Я ничего не понимаю. Так, ну, с вами чем более, наверное, четко сформулировать вопрос, а, психолог к психологу, вот. А при этом нужно немножко понизить эмоциональный тонус, который у вас сейчас есть, эмоциональное напряжение, которое у вас сейчас есть, оно вам мешает. Вот. Так что рекомендации здесь таки, в первое, проживаем, немножко снижаем эмоциональное напряжение, а потом, потом формулируем запрос к психологу. Вот. Чтобы начинать работу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.